всем привет вы на канале я ему принтер сегодня в рубрике у нас вот такой принтер это canon mg 2140 сегодня мы с вами посмотрим из чего он состоит научимся его разбирать и собирать посмотрим на его основные узлы давайте начнем первым делом давайте включим наш принтер нажимаем на кнопочку принтер наш включился берем листочек вложим его в нижний лоток также положим в блок сканера листочек и нажмем копию видим как печатает наш принтер ну что ж давайте начнем разборку первым делом открываем вот эту крышечку после чего наша каретка с картриджами должна открыть вот эту крышечку все видим крышечка у нас открылась картриджи подъехали чтобы их вытащить берем опускаем рычажок у каждого картриджа и просто тянем их на себя раз два чтобы проверить засохшие ли у вас картриджи берем обычную салфетку картридж и просто прижимаем салфетки видим у меня остается три полосочки то есть это у нас цветной картридж триколор как его называют видим у меня идет синий красный желтый также поступаем и с черным то есть берем также прижимаем видим след не остается это значит то что черный картридж у нас засохший нам его надо размачивать далее давайте снимем нашу крышку блока сканер открываем ее тянем наверх далее обратите внимание здесь стоит вот такая защёлочка наберем на нее аккуратненько нажимаем и тянем наверх со второй стороной поступаем точно так же сняли нашу крышку вот такие здесь две защёлочки продолжаем разбирать следующим шагом снимаем декоративную накладку которая скрывает кнопки чтобы ее снять берем допустим карточку можно взять металлическую лопатку но я все-таки воспользуюсь картой так как она не оставляет засечек берем просто поддеваем и начинаем отщелкивать нашу накладку вот они у нас защелки продолжаем разбирать дальше следующим шагом откручиваем 1 2 3 4 винтика открутили 4 винтика далее откручиваем еще раз два винтика открутили 2 винтика далее начинаем снимать боковые крышки далее чтобы снять крышку берем поддеваем ее сзади далее придерживая рукой берем вставляем отвертку здесь вот есть паз вставляем сюда отвертку и отгибаем все далее здесь такой же также вставляем отвертку и отгибаем и просто берем и снимаем нашу крышку далее переходим ко второй также берем вставляем отверточку отгибаем вставляем и отгибаем обратите внимание то что эту крышку вы просто так не снимите чтобы ее снять надо открутить раз два винтика открутили два винтика после чего берем и снимаем нашу крышку здесь обратите внимание стоит вот такая защелка надо немножко крышку пошатать из стороны в стороны и она вылетит далее давайте снимем вот эту крышечку чтобы ее снять берем вот в этом месте вставляем отверточку отгибаем защелку и просто тянем ее на себя далее давайте снимем вот эту панельку с толкателями кнопок чтобы ее снять нам надо открутить один винтик вот это открутили винтик далее берем нашу часть с кнопками снимаем ее здесь будьте внимательны стоит шлейф мы его берем и отсоединяем теперь давайте снимем нашу плату посмотрим что на ней находится чтобы снять нашу плату надо открутить раз два три четыре пять винтиков открутили пять винтиков теперь снимаем нашу плату берем ее поднимаем все видим на ней у нас расположены кнопки управления восьми сегментный индикатор и светодиоды далее давайте снимем стекло блока сканера чтобы его снять надо открутить раз два винтика открутили два винтика чтобы его снять берем поднимаем вот эту защелку толкаем само стекло в эту сторону далее с этой стороны тоже берем защелку поднимаем и толкаем в эту же сторону все то есть раз защелка и два защелка здесь вот такие пазы продолжаем разбирать далее отключаем вот этот шлейф после чего освобождаем его из всех пазов далее отключаем вот этот шлейф и так же высвобождаем его из всех пазов шлейф немного приклеим так что не порвите здесь вот есть такой паз чтобы наш шлейф туда прошел его надо вот так разогнуть то есть он у нас вот так вот сложен мы его так разгинаем и вытаскиваем отсюда далее снимаем саму линейку блок сканер далее чтобы снять нам нашу верхнюю крышку нам надо открутить раз два три винтика открутили три винтика далее чтобы снять нам эту крышку также нам надо отщелкнуть вот эту защелку чтобы ее отщелкнуть берем отверточку отгибаем ее и поднимаем нашу крышку все наша крышка снята далее снимем крышечку далее снимем крышечку чтобы ее снять берем берем и отгибаем вот эту защелку и снимаем нашу крышечку также обратите внимание вот здесь стоит пружинка то есть главное ее потом обратно поставить точно так же как она стоит далее откручиваем раз два винтика открутили два винтика следующим шагом снимаем вот эту часть на которой держалась наша крышечка берем просто ее снимаем и освобождаем наш провод отключаем наш провод от платы форматора и начинаем его потихонечку освобождать со всех мест крепления освободили наш провод вытаскиваем его из-под двигателя и наша рамка снята провод этот идет на концевичок который отвечает за закрытие передней крышки далее снимем наши ролики протяжки бумаги чтобы их снять откручиваем вот этот винтик открутили винтик далее берем поднимаем и вытаскиваем наши ролики здесь обратите внимание стоит паз то есть в этот паз входят наши ролики далее давайте снимем нашу плату форматора чтобы ее снять для начала отключаем все шлейфы отключили все шлейфы далее откручиваем 1 2 3 винтика открутили 3 винтика далее снимаем нашу плату форматора просто берем ее и вытаскиваем далее давайте снимем энкодерную ленту чтобы ее снять для начала надо снять вот эту пружинку чтобы ее снять берем какой-нибудь крючок и снимаем ее далее с этого края снимаем нашу энкодерную ленту после чего берем и вытягиваем ее следующим шагом будем снимать вот это железное основание на котором держалась у нас плата форматора чтобы чтобы его снять откручиваем раз два три винтика открутили три винтика обратите внимание один из них по пластмассе и два из них по металлу не перепутайте какой куда следующим шагом берем и снимаем наше основание далее давайте снимем блок питания чтобы его снять для начала берем и освобождаем провод он у нас приклеен на скотч мы берем этот скотч и аккуратненько отдираем вот такой скотч следующим шагом вытаскиваем наш провод он держится здесь вот на такой пластмассочке будьте аккуратней не сломайте ее далее переворачиваем наш принтер отщелкиваем вот эту защелочку и вот эту все после чего вытаскиваем наш блок питания далее будем снимать направляющую по которой ездит у нас каретка где у нас закреплен ремень перемещения каретки ролик натяжки ремня чтобы ее снять нам надо открутить раз два три четыре пять шесть семь винтиков открутили семь винтиков теперь будем снимать двигатель ремня который перемещает каретку чтобы его снять для начала снимем ролик натяжки ремня чтобы его снять берем снимаем пружинку которая натягивает этот ролик вот вот такая пружинка далее будем снимать сам ролик чтобы его снять для начала снимаем с него ремень и вытаскиваем наш ролик далее откручиваем раз два винтика открутили два винтика следующим шагом снимаем мотор просто берем и вытаскиваем его далее чтобы снять наш мотор нам надо вытащить провод из всех пазов то есть раз два из вот этих всех пазов и вот здесь тоже сняли наш двигатель продолжаем разборку далее чтобы снять нашу рейку нам надо будет открутить вот этот винтик открутили наш винтик продолжаем разбирать дальше далее нам надо будет освободить вот эти провода то есть просто берем и вытаскиваем их из пазов следующим шагом берем и снимаем нашу рейку давайте рассмотрим наш блок каретки поближе то есть это у нас сама каретка куда вставляются наши картриджи то есть ось по которой она ездит здесь здесь у нас находятся ролики протяжки бумаги которые подпружинены и шлейф каретки есть несколько ошибок первая ошибка ваша ваш принтер не определяет допустим либо два либо один из картриджей причиной может быть как загрязнившиеся контакты на самой каретке шлейф если у вас допустим каретка не перемещается не передвигается то проверьте мотор далее проверьте ремень так как он мог допустим проскользнуть далее проверьте не мешает ли ничего каретки то есть чтобы у нее был свободный ход также если принтер не определяет картриджи проверьте контакты на самих картриджах давайте разберем данный узел далее откручиваем раз два три винтика открутили четыре винтика извиняюсь что не сказал здесь стоит еще один далее снимаем направляющую по которой ездит каретка обратите внимание то что когда вы снимите направляющую у вас вылетят пружины запомните как они стояли вот 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 далее будем снимать вот эту площадку с роликами протяжки бумаги с датчиком прохождения бумаги и с роликом захвата бумаги чтобы ее снять нам надо будет открутить вот этот винтик после того как открутили винтик берем открываем вот эту крышечку и поднимаем нашу площадку после чего отключаем вот этот проводочек и вытаскиваем его все наша площадка снята если вдруг у вас будет ошибка замятия бумаги проверьте вот этот датчик также здесь у нас стоят ролики захвата ролики протяжки бумаги посмотрите чтобы они все были на месте чтобы снять наши ролики берем с одной стороны так вот их поддеваем и вытаскиваем и вытаскиваем так же как и снимали попадая в паз ставим их обратно далее будем снимать вот эту пластмассочку где у нас были закреплены все провода чтобы ее снять откручиваем откручиваем вот этот винтик теперь берем и снимаем нашу площадку далее снимаем вот эту пластмассочку чтобы ее снять откручиваем вот этот винтик открутили винтик снимаем нашу пластмасску далее будем снимать вал протяжки бумаги чтобы его снять вот с этой стороны берем поддеваем защелку и поднимаем ее наверх далее с этой стороны точно так же поддеваем защелку и поднимаем ее наверх после чего убираем вот эту пружинку и хватаясь за каждый флажок тянем наверх и снимаем наш вал далее снимем вот эту площадку со впитывающей прокладкой чтобы ее снять откручиваем вот этот винтик открутили винтик теперь надо снять вот этот пружинку снимаем пружинку такая пружинка далее отщелкиваем вот эту защелку поднимаем поднимаем ее после чего снимаем нашу площадку вместе с роликами протяжки далее снимем вот эту площадку на которой у нас закреплен двигатель чтобы ее снять откручиваем раз два винтика этот винтик я уже открутили винтик снимаем нашу площадку вот здесь стоит еще один винтик открутили винтики теперь вытаскиваем нашу часть соединяем вот этот шланг далее снимем вот эту крышку берем и снимаем ее далее снимем памперсы чтобы их снять берем отверточку вставляем в паз и отщелкиваем отщелкиваем блок со впитывающими прокладками и роликами захвата чтобы его снять откручиваем раз два три четыре винтика открутили четыре винтика теперь снимаем вот 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 у нас ролики захвата чтобы снять наши ролики для начала отщелкиваем 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 вот эту защелку и вытаскиваем шестеренку дальше отодвигаем вот эту защелку после чего берем и снимаем и наши ролики дальше будем снимать посадочное место чтобы его снять откручиваем один винтик открутили винтик теперь снимаем вот эту пластмассочку дальше отключаем вот эти два шланга просто берем раз и два после чего снимаем вот эту пружинку такая пружинка дальше чтобы снять наше посадочное место нажимаем вот на эту защелку и вытаскиваем посадочное место дальше будем снимать вот эту рамку по которой ездит у нас посадочное место чтобы ее снять отключаем два шланга и откручиваем раз два винтика открутили два винтика снимаем нашу рамку далее будем снимать помпу чтобы ее снять откручиваем раз два три винтика открутили три винтика снимаем нашу помпу здесь обратите внимание стоит пружинка посмотрите чтобы это все у вас работало дальше будем снимать вот это коромысло чтобы уснять уберем и вытаскиваем здесь тоже обратите внимание как стоит пружинка далее снимаем вот эту шестеренку после чего снимаем вот эту пластмассочку дальше вытаскиваем вот эту шестеренку и вот эту дальше снимаем вот это коромысло шестеренку вот эту шестеренку обратите внимание ее надо вот так прокрутить после этого она вытащится далее снимаем вот эту пружинку и вытаскиваем вот эту шестеренку после чего снимаем вот эту шестеренку далее вот эту и последнюю шестеренку чтобы ее снять берем отгибаем защелку и вытаскиваем все ну вот и все в этом видео мы с вами разобрали этот принтер кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь своей информацией в комментариях в группе в ВК что у вас было с этим принтером на этом я заканчиваю видео с вами был канал я и мой принтер всем спасибо всем пока